СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СЕРЬЁЗНУЮ ТЕМУ С НАШИМИ СВЯЩЕННИКАМИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДИТ К НАШУ СТУДИЮ. Азиз Алиевич говорит, Володь, какие священники! Весна наступила, на улице прекрасная погода. Да простят меня священники. На носу 8 марта, праздник первый весенний, замечательный. Давай будем говорить о женщинах и будем поздравлять женщин. И правда весна, солнце. Вот мы, собственно, и решили поздравлять музыкой, поздравлять сегодня. Сегодня. Наших замечательных вторых половин, наших мам, бабушек. Детей, девочек в смысле, жен и так далее. И вот у нас сейчас звучит в прямом эфире живая музыка. И у нас Костяк, один из представителей, один из участников азербайджанского музыкального коллектива под названием «Дружба» Рустам Абасов. Рустам, добрый день. День добрый. Да, огромный инструмент у него лежит напротив. Сегодня Рустам перешел из национального инструмента азербайджанской гармонии. Он перешел на международный инструмент, синтезатор. И тем не менее, азербайджанская музыка звучит так же приятно ушам. Но я думаю, что мы еще вернемся к национальным инструментам. Рустам у нас еще и специалист по тару. Мы надеемся, что он нас где-нибудь ближе к лету порадует игрой на таре. Вот, и у нас... Сейчас будем приглашать, собственно, ну, не знаю, вокал это, не вокал, но голос которого мы услышим и инструмент, на котором он играет, тоже мы услышим. Да, сейчас у нас вот как раз за дверью настраивает свой САЗ Ашук Халид Мурадов. САЗ, напомним, это струнный народный азербайджанский инструмент, который уже звучал у нашей студии и звучит, конечно же, великолепно. Да, на САЗе обычно Ашуги, Ашук это не просто человек, который поет, но еще и сочиняет одновременно, то есть это поэт-музыкант, скажем так. Причем сочиняет онлайн, вот в то время, когда, собственно, исполняет, это тоже ведь позволяется, да? И онлайн тоже, да, да, Ашуги исполняют обычно на САЗе любовную лирику и, как ни странно, значит, эпическо-патриотические произведения тоже исполняются на САЗе, там различного рода, ну если это можно назвать... Об истории народа, да, там, как историй, о героическом, да, в прошлом, да. Мы знаем, что азербайджанского народа, так же, как и у многих народов, героическая история. И вот об этих страницах Ашуги, как правило, поют. Но сегодня мы не будем петь о героических страницах. О героических женщинах мы сегодня будем петь. Да, мы будем сегодня петь и рассуждать, и говорить о красоте, о наших женщинах, о любви, конечно, об отношении к женщинам. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от национальности. Абсолютно, абсолютно, да. Потому что мы же с тобой знаем, что... Мы-то с тобой точно знаем, что в жизни мужчины, любого мужчины, женщины играют огромную роль. Когда Бог посылал человека на землю или посылает, вот такая есть притча, что тот, кого собрался, Бог посылает на землю жить. Он спрашивал, Господи, так я ведь не знаю, что это за место, что я там делать буду, как я там жить буду. И Бог его, утешая, говорил, что я с тобой посылаю еще ангела, и ты будешь этого ангела называть мамой. Мамой. Собственно, та, кто дала жизнь, да? Да. На земле. Да, 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 да. Физическую. И вот, собственно говоря, с этого, я думаю, что мы, наверное... Это, наверное, первый человек, которого человек в своей жизни видит. Поэтому это первый человек в жизни любого человека, которого хочется, независимо от того, мужчина ты или женщина, поздравить или вспомнить вот в связи с нашим весенним праздником. А, кстати, по поводу мужа и жены, да, в азербайджанской культуре есть какая-то поговорка аналогичная, как у нас говорят. Муж голова, жена шея, да? Вертит головой. Есть? Я вот что-то как бы... Есть такая поговорка? Есть что-то подобное? Рустам. Как же не признаться? Вертит, Вертит все-таки, да. Я, честно говоря, вот сейчас не припоминаю, чтобы такая поговорка была. Поэтому даже не знаю, как тут муж голова... Нет, по-моему, я вот такой, прямо вот такой... Именно, у нас нету. Вот такой поговорки у нас нету, да, да. Дело в том, что в истории азербайджанского народа женщины всегда играли. То, что мы соглашаемся, это правильно. Очень большую роль, да, да, да. Соглашаемся с точки зрения, с позицией женщины. Мы соглашаемся с этой русской поговоркой. Соглашаемся. Видимо, настройка САЗа занимает чуть больше времени, а мы хотим уже музыку, музыку хотим в честь весеннего праздника. 8 марта в Азербайджане отмечается? Напомните. Как отмечается? 8 марта отмечается в Азербайджане в обязательном порядке. Да, это праздник, люди друг друга поздравляют. Но не случайно, что у нас же общая история. Мы жили в одной стране. День международный. Да, и мы жили в одной стране, и как вы знаете, что весь советский период мы все отмечали этот праздник. И поэтому, конечно, в Азербайджане отмечается и в средствах массовой информации. Но вот к нам присоединился Ашик Халид Мурадов, который мы с нетерпением ждали. Добрый день, наушники на себя, да. Лучше вот эти. Лучше вот эти, они как-то комфортнее, удобнее сидят. Итак, Ашик Халид. Ашик Халид, когда Бог посылал человека на землю, Он говорил ему, что я тебе на этой земле сразу ангела даю. И этого ангела ты будешь называть мамой. Сегодня мы уже говорили, что это праздник мам, Жён наших, сестёр и наших любимых деток, девочек, у кого там есть, да. Но мы начнём с мамы, да. И мы знаем, что азербайджанская поэзия и азербайджанская культура очень много песен посвятила женщине-маме, любимой и девочкам. И давай всё-таки сегодня начнём, наверное, с мамы, да? Обязательно. Бери инструмент. Ашик Халид, бери инструмент. И давай будем поздравлять мам и петь им сегодня азербайджанскую песню про мамы и про то, как мы с какими чувствами относим к своим мамам и как мы хотим поздравить их. А нам мяну. Так. Это уже... Моя мама называется. Моя мама. Да. Самая известная песня? Ну, я думаю, что самая любимая, что это хачка. Самая известная, а самая главная, да. Так. Ну и ансамбль «Дружба». Да. Как по-зербайджански звучит «Дружба»? Тост-лук. Тост-лук. Начинаем, да? Танцевать будем, молодцы? Да. Танцевать будем. Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Севастный барабашка, has благодарен Севастный барабашка, Если бы была девочка, она бы была Азербайджан, ну, извините меня, пожалуйста, сын Азербайджана, дочь Азербайджана. Когда детишки начинают приобщаться к этим песням, к этой музыке, ну, они, понятно, видят, слышат, как родители, как старшие, да, и... Ну, по телевидению, по радио, на свадьбах они выходят, танцуют точно так же под эти песни, начинают петь. Ну, как только начнёт понимать уже. Даже когда они начинают понимать, они ещё на руках у своих родителей. Ручки поднимают, показывают, что якобы они... Да, танцуют там. Эти традиции, они стопроцентно сохраняются, вот эти традиционные, национальные, да? Да. Потому что мне иногда обидно за русскую культуру. Мы сейчас не поём русские народные песни. Вот мы их не слышим в своих семьях. Ну, это, к сожалению, потому что, если уж пару минут этому уделить, то я хочу сказать, что лично мне, я думаю, что и моим коллегам очень нравятся русские народные, как бы, песни. И они гораздо богаче эмоционально и психологически, как хотите, чем то, чего мы сегодня, как бы, слышим иногда, там, какую-то попсу по радио или по телевидению. И, ну, наверное, можно подумать и с этим что-то сделать, потому что те песни, которые... Да каждый из них вплёт, там, берёзы, там, калины или что-то там. Там же эмоции, чувства выражаются. И в том числе уважение к женщине. Причём, как я понимаю, да, вот эти же русские народные песни, вот, когда ты их слышишь в детстве, ты как-то их... Она вроде какая-то вот, ну, такое поверхностное восприятие, да, она вроде какая-то весёлая, вроде какая-то несерьёзная. Да, да. Становясь старше, ты понимаешь, какой смысл там заложен, глубокий. Да, да, да. Так отера берёт тебя. С азербайджанскими песнями то же самое? С азербайджанскими песнями то же самое, но единственное, значит, есть одно отличие, очень существенное отличие, ну, там, отличий много, но существенное отличие в том, что в азербайджанской песне, как правило, в середину вставляется мугам, что сейчас нам мастерски показал. Мугам — это? Ашик Халид. Это единственная в своём роде музыка, которая вошла в сокровищность, так сказать, мировой культуры. Мы сейчас можем, собственно, ещё раз продемонстрировать. Это только у азербайджанцев есть мугам. А как переводится-то это? Мугам, ну, вот он не переводится. Мугам-мугам. Мугам. Название мугам, да. Это, значит, когда поётся просто песня, и в середине вставляется мугам, отличающийся по своему, скажем, пению, ведению, звучанию от всего текста. В общем, это музыкальный термин такой, принятый. Да, и в мугаме, как правило, наступает кульминация содержания песни, потому что, ну, очень серьёзные воздействия на людей имеют. Можно немножко громче, я думаю. А сейчас нам заходим, 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 заходим. Мотив мугама уже звучит. Год взял ты. Субтитры сделал DimaTorzok Мугам-мугам. 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 Мугам. Вот так, лично Ну, вот Я немножко записывал Мугамскую часть Но Мугам звучал В данном случае он звучал сначала А потом И в начале философская Философская часть Я быстро начал переводить Чтобы хоть что-то И Примерно такое содержание Что стареет человек Проходит время Но огонь сердца Огонь души не стареет Крошатся камни Но почему-то Сердце никогда не стареет Вот Примерно такого содержания Мугам был То есть это немножко философское Так сказать Философское содержание И дальше уже Песня уже была посвящена Ну, любимой девушке А, любимой девушке Да, уже как врач Гамер это есть Женское имя Да, Гамер Девушки Девушки или уже Супруги закрываются Девушки Девушки Пока девушки Пока девушки Гамер Супруги будем посвящать Уже после рекламы, видимо Да Ну, сразу скажу Что сейчас реклама Гамер Это женское имя В Азербайджане Гамер Гамер Замечательно Реклама Хочу сказать Ну и Ашук этим должен владеть Ашук этим словом Да И я Значит сегодня Вот Еще раз мы представляем Наших гостей Сегодня Ашук Халид Мурадов Который Отменно владеет Значит этим словом И сегодня с нами Музыкант Рустам Аббасов Ну Специалист По многим Широкого профиля Музыкального Он у нас И гармонист Прекрасно играет Мы видели Предыдущих передач На национальном инструмент Гармонии Сейчас он Пришел Правда Без гармонии С синтезатором Значит Он Конечно Видимо Маму просят сегодня Да На САЗе у нас играет И самое главное Он нам сегодня сообщил Что он Летом Нас порадует Игрой на Тари На передаче На азербайджанском Национальном инструменте Тари И И так вот Очень много Таких метафор И сейчас Будет звучать Песня Значит В котором Значит Любимую девушку Ну Сейчас мы уже Поздравляем Любимых Я так понимаю Будут В этой песне Сравнивать С Джейраном Ага Джейран Джейран Это Поясните Что это Это Значит Обитающая В Азербайджане И только в Азербайджане Красивая женщина Красивое существо Значит Прекрасные глаза У этого Вот Джейран Это Лань Фактически Ты Поэтому Я сказал Да 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 Но Это Джейран Все-таки Это Не Лань А Джейран Другого Джейрана В другом месте Мира Нет Поэтому Все 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 Хочет Посмотреть На Джейрана Должны Приехать В Азербайджан И посмотреть И увидеть Красоту Стройные Ножки Значит Прекрасное Тело Красивые Глаза Красивейшую Кожа Ну что Тогда Предоставим Слово Музыкантам Посвящается Песня Нашим Любимым Поздравляем Всех Еще раз С весной С праздником И с солнцем Которое Уже Греет Эх Ноги То В танец Хотят Пуститься Музыкантам Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это Мугам ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Дорога трудна, но разлука пытка Обними меня, а то скоро разлука Я зашел в сад, пою, может ты меня услышишь? Ну и Мугам, значит, тоже говорит о любви, но что мужчине ведь главное в этой жизни, чтобы нас любила наша любимая, чтобы мы могли ее любить И мы хотим надеяться, что они того же самого хотим надеяться Да, мы очень хотим на это надеяться И здесь поется о том, что нет лекарства для меня Что делать? Горит все мое существо, душа Что делать? Только мне поможет в мире Всевышний Другой надежды уже нет Ну такая немножко грустная как бы песня Не знаю причину, но терплю, но люблю, и мне сладко Ну примерно вот такого содержания Поэтому песня посвящается нашим любимым, нашим любимым женщинам, девушкам, мамам, сестрам Еще раз всех поздравляем Спасибо, спасибо большое С наступающим, с 8 марта Улыбок, любви, счастья всего вам хорошего, наши дорогие женщины, девушки Ансамбль Дружба, спасибо Рустам Аббасов, Ашук Халид, Мурадов Что, когда звукорежиссер Сазу-то прозвучает? Чуть-чуть Ну немножко Сазу, да, чуть-чуть Давайте чуть-чуть и будем уходить уже Мы попрощаемся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ